Привет, друг! С тобой Эван, и ты, наверное, в шоке от названия этого ролика, но это не кликбэй, это никакой пиар-ход, ничего, я реально ухожу из сервера. А почему, какие причины и что случилось, я расскажу далее, поэтому присаживайся поудобнее, обязательно поддержи этот ролик лайком, комментом и подпиской, мне будет очень приятно, и мы начинаем. А, и сразу хотел бы сказать, как бы это странно не звучало, я хоть ухожу из сервера, но это не последний ролик, после этого выйдет еще один ролик, где мы будем тратить все мое имущество, раздавать подписчикам, игрокам, дарить деньги, открывать контейнеры, гаражи, короче, в казино пойдем, будем делать то, что я мечтал на протяжении пару лет, об этом попозже, смотрим. Давайте начнем, что такое для меня Радмир МТА, это сервер, за которым я наблюдал с самого начала, с самого начала придумывания названия, логотипа, с первых серий Ковалевского, как он начинал разрабатывать этот сервер, я очень сильно мечтал на нем поиграть. Но спустя время сервер открылся, я залетел на нем поиграть, он меня почему-то не так сильно зашел, мои ожидания не оправдались, и я ушел, и вот спустя полтора года, прошлой зимой 2021 года, я зашел обратно на этом сервере, и начал достаточно часто играть. Ну вот, можно сказать, что почти два года я уже играю на Радмире, и за это время я заработал, но достаточно очень много денег, вошел там в Туб Форбс, если так можно считать. Кредиты, не кредиты, кланы, не кланы, тачки, шторы, все у меня было, но зачем? Если честно, я еще очень давно задумывался об уходе с Радмира, а этому подтверждению есть последний мой ролик, который вышел, если не ошибаюсь, в августе или в июле, где он собрал почти 2000 просмотров. Да, еще перед ним выходил ролик А2, где я говорил, что уйду с сервера. Да, у меня было такое желание, но, как так сказать, у меня есть очень отрицательная такая, прям огроменная отрицательная черта характера, это привязанность. Ну вот я хочу как-то от нее избавиться, но я не могу, привязанность к людям, привязанность к имуществу, к предметам, типа просто так я с чем-то расстаться, ну просто не могу, мне очень обидно и очень жалко, что. Но я потратил очень много времени и просто вот так оставить его, а очень много времени это 730 часов, это немало. И вместо того, чтобы я потратил это время с пользой, изучил что-то новое, да, возможно где-то погулял, еще что-то, ну что-то интересное бы произошло в моей жизни, я, ну просто можно сказать, просидел перед компьютером. Да, мне кажется, об этом будут все скоро жалеть, что наше время просто проходит возле клавиатуры, мышки и монитора, но, увы, это новые реалии 21 века и как раньше уже не будет, ебать, рассказываешь мурашки по коже. Надо понять, что жизнь не вечная и все имеет свой срок годности и с каждым годом ты становишься все старше, тебе все больше нужно думать о будущем, чем ты будешь зарабатывать, чтобы прокормить свою семью, себя в первую очередь, про семью это дальше, да. Возможно помочь своим близким, родным, друзьям, об этом всем надо думать, но если ты будешь играть только в одни игры, это же ничего не будет, да. Да, конечно, в детстве мы все мечтаем, что, блин, я когда вырасту, я стану богатым, куплю себе там пару ламборгини и вообще буду жить как бы в ажуре, но на самом деле горькая правда в том, что так просто ничего не бывает. Ну или, чтобы многого добиться, нужно выгодно родиться, или просто ебашить, вот реально, без остановки, заниматься каким-то одним делом, как многие говорят, и придет к тебе успех, рано или поздно. Ну в это все верим и будем верить, ведь в нищете, мне кажется, никто не хочет жить, мне кажется, все хотят добиться чего-то хорошего, но, знаете, эти игры, как, можно сказать, запрещенные вещества, наркотики, алкоголь, сигареты, ты привык в них играть и становиться тебе в них очень сложно играть. Есть какая-то прям зависимость, и эта зависимость губит. Не знаю, почему в этом мире все устроено, все, что тебе больше всего нравится, оно всегда какое-то, оно плохое для тебя, оно забирает твое время, здоровье, и не знаю, почему все самое хорошее, самое прикольное, вкусное, оно всегда запретное. Конечно, запретный плод всегда сладок, но, да. Что-то я отошел от темы, давайте уже ближе к МТА, получается, на Редмире, как я повторюсь, играю уже два года, и за последние два года, ну, видно, как МТА уже начинает умирать. Даже, в принципе, было видно, когда еще дата-сервера сгорели, в прошлом году, вот. Но сейчас прям видно, что разработчики МТА не так жестко начали относиться к МТА, я вообще говорю про разные крупные проекты, давайте возьмем CCD и Редмир, потому что это единственные сервера живые остались, ну, я говорю про такие более, с тачками. Конечно, Drift Paradise и Yamimichi вроде еще жив, но это, можно сказать, последние сервера в МТА. Да, возьмем даже этот самый Редмир, на котором мы играем, с каждым годом обновления выходят все реже, ну, как с каждым годом, можно сказать, что в год одно обновление вышло, да? Последнее обновление вышло в начале июля, и то после моего ролика с Ковалевским. В итоге последнее обновление вышло в июле, прошел июль, август, сентябрь, октябрь и уже ноябрь, пятый месяц, вернее, пошел, и на сервере ничего не происходит. Да, они добавили клановую систему офигенную и проработали, но, как я ожидал, это на месяц, ну, на два максимум, типа. Сейчас мало кто этим занимается, да, там, конечно, выходно зарабатывать бабки, но занимаются только для того, чтобы поднять клан в рейтинге и брать больше за уход. Больше я не вижу смысла от этих кланов и от этой системы. И получается то, что на Redmi заходят сейчас все меньше и меньше людей, делать там попросту нечего, да и на других серверах нечего делать. Сейчас, как бы, доминирует GTA V, весь GTA V объединил в себе как и самп, так и МТА, то есть самп это рпш-тая часть, и МТА это тачки, тюнинг. И, в принципе, все, что тебе нужно теперь из GTA V, МТА умирает. Это я так считаю, и многие со мной, думаю, согласятся. Значит, давайте уже более подробно к причинам, все-таки, почему я ухожу. Первое, это МТА умирает. Второе, это нужно прекращать играть игры. Реально надо начинать заниматься тем делом, которое сможет тебя прокормить и твою семью в дальнейшем. Ну, если это, конечно, не твой сервак в МТА, в GTA V. Хотя у меня были идеи открыть сервер GTA V, они, в принципе, у меня еще есть. Да и, в принципе, если даже не уходить, да, с серваков, то, ну, в Redmi вообще вот реально нечего делать. У вас, наверное, самый главный вопрос сейчас появится, Эван, а что с имуществом? Как в начале ролика говорил, имущество некоторое мы разыграем среди подписчиков, среди вообще рандомных игроков на сервере, среди моих кентов, которые мне помогали при съемках, или брали в клан, или мы как-то с ними угорали, им тоже отсыплю какую-то долю. Но самое главное, это что же я буду делать, ну, с бизнесами, да и т.п. Об этом давайте поговорим дальше в ролике. И еще что хотел сказать, давайте напоследок сделаем все-таки легендарный винил на мой Хуракан. Погнали! Ну что, пацаны, настал тот самый момент делать этот Хуракан еще более легендарным. Конечно, не хотел его колхозить, ведь этот Хуракан в моих руках уже находится с, как там, не сказать, с мая или с июня 2021 года. Уже полтора года он находится в моем владении, вот в таком он несменном виде. Зеленый Хуракан. Перформанты на шторы, на черных восемах. Вот. И я хочу добавить к нему немножко уникальности, чтобы все узнавали, что это именно мой Хуракан, что это легенда, как все говорят. Больше просятся сфоткаться с Хураканом, не со мной. Ну да ладно. Мы сейчас заедем в винилку и что-то сделаем. Погнали! Значит, нам надо логотип, а нам надо логотип Ютуба, конечно же. LS, продам, Ютуб. Вот. Давай его на капот сразу же. W. О, можно на крышу оставить вообще. Или на капот. А давай вообще на дверьки и на капоте написать легенду. Не, ну теперь все подумают, что это как Ютуб легенд. Это я вон. Да. Вот. У меня есть имущество на Редмире. А оставлять его тупо, чтобы он слетел и дать каким-то мажорам заработать, это тоже бред. Ведь нахер надо. Типа, те, кто богатые, они будут еще богаче. Те, кто бедные, будут такие же бедные. Либо там какой-то процент станет мажорами. На Редмире пришел не сам, а пришел с другом. Как бы Димон Толебаси. Привет. Хотя ты будешь так в этом ролике. Вот. Мы еще с ним познакомили в семнадцатом году на Смотре. И в принципе вместе играли на Редмире, на CCD, в GTA V севера. И в собственности я его привел обратно на Редмир МТА. И мы вместе играли здесь уже получается полтора года. Вот. Дальше будут ставки с ним сто процентов. И я решил, так как он играет здесь, ему нравится. Ну, в принципе, я решил ему сделать братский подгон, так как он мне не раз как бы помогал в съемках. Типа, почему бы мне не помочь ему как бы по-дружески. Тем более я ухожу, мне эти деньги нафиг не надо будут. А ему, я думаю, ну будет полезно. Потому что, ну как бы получить два бизнеса и там еще тачку легендарную вот эту. Это будет очень офигенно. А я оставлю себе чисто два ляма, чтобы заснять видос с моей мечты. Где я буду тратить деньги налево-направо и не как бы жалеть об этом. Я хочу потратить там пятьсот лямов на казино. Открывать все гаражи. Купить тачку с автосалона. Подарить тачку подписчику. Раздать деньги. Вот об этом всем я мечтал очень много, но не делал. Потому что, ну, если я сейчас деньги просто в тупую просру, что я буду снимать дальше? Как я буду зарабатывать? И т.д. и т.п. Блядь, нахуй ты этих кнопок приступил? Хотя бы где-то они у меня есть. Снимать в номере или оставить тебе? Снимай, нахуй он мне нужен. Блядь, так грустно везде. Да. А, штрафы, штрафы, штрафы точно штрафы. Да, у меня на 100 баксов. На 20. 300 бакс. Ой, ебать, мне дали какой-то еще 3008 кредитов. Охуеть. А, я почти уровень апнул. Какой у тебя там уровень? 32-й. Ты где, блядь? Я только сейчас заметил дерево, посмотри. Ромально стоит? Тра-та-та, тро-та-та. Давай сюда, блядь. Цифру вы выберите, один или два. Это типа на год или на два. Да пацана вон забавили. Это он выбирал один или два. А, ты че, луц, ты че, луц мягчил бан. Ебать, это хороший поступок от Димона получается. Да, блядь. Че, все, блядь, я забавил. Все пусыл за помощь, понял. А сколько мы продолжается дружим? С 17-го года, ебать, 5 лет. Дорогая ты шлюха, конечно. Только попробуй продать Хуракан. Я специально, блядь, зайду на этот сервер опять. Я тебя найду, возьму пару деглов и за плюс сэшн. А кто, подожди, а кто комиссию платит? Я. А, ты? А, продолжение Талибаса. А то я уже хотел отменять, если моя комиссия... Мне просто интересно пересчитать все мои часы на Редмире МТА. Ватты, которые я потратил. И сколько я потратил на электричество, чтобы вот это все заработать. Я сейчас тебе предлагаю безы 6-11, но это, ну, 17-500. Сколько там, лямов 9, да, они стоят? Примерно. Лямов 9. Ну, окей, с Хуриком будет 9. Хурик 400 тысяч типа. Хурик не продается так-то, алё, блядь. Хурик вообще легенда, вот именно, не продается. Ну, так-то он 400, ну, с бизами 9. 11 лямов, просто, блядь. Вот так, нах... Ну, вот и сегодня будет бурная ночь. Блядь, я не хочу на это смотреть. Ладно, все. Я же сам ему предложил, нахера этот спектакль. Ту, блядь, спектакль устроить. Все, честь отдаю. Не знаю, блядь. Когда чё... Чё, блядь? Понимаю, блядь. Хотел отдать... Осуждаем такие действия. Чизде... Охуеть, я хотел еще отдать, а тут система не дает. Можно как-то забагать, чтобы я тебе дала. И у меня не забрала. Этот, этот обмен века просто будет. Из камеры, нахера кан. На два билла с бабками. Псцент. Взломан, продан передан. Пиздец. Я миссию оплатил. Блядь. Иди сюда, петух. Охуеть, я таким себя нищим еще никогда не чувствовал. Короче, 600 тысяч у меня на руках и 500 в банке. Ебать я нищий. Как вы заметили, своя музыка временно недоступна. Она недоступна уже год, блядь. Может её пофиксить, нет? Нет. Это типа... У тебя же ещё кредиты есть, которые тебе не надо. А ты не херел? На кредиты мои базариться, блядь. В смысле, блядь? Они тебе не надо, давай. А как я их тебе там, блядь? Клан. Блядь, меня может не восстановить по приколу? Я хочу восстановить, посмотреть сколько... О, ебать, Apple Pie звучок. Я просто тарачу на лево и на право их. 338 день у меня. Инкассатор. 49-й, блядь. Нихера. Я тебя обогнал, блядь. Ну да, только я уже полгода как бы... Жаско не играю, даже больше, чем полгода. Чё тебе... Подожди, сколько у меня кредитов? 5000, пиздец. Я когда-то, блядь, планировал на них купить уникальную тачку. Либо уникальный тюнинг. Ещё сейчас буду просто ему их отдам, блядь. А как мне их передать, я шо знаю. Из клана выйди, блядь. Из клана? Клана, да. Блядь, а я в халкайте. Ну всё получается, всем... ГГ. Всем пока. Давай им тоже закину кредитов. Дай 200 штук закину. Мне не жалко. Всё, не съели, ебать. Стоп, а давай я им ещё... Вас исключили из клана, самоуводнение. Я хотел ещё денег закинуть, то есть... Понял. Талибас вас OG Family за 1 доллар. Нихера, какой ты добрый, блядь. 300 бакс. Всем привет. Всем привет и всем пока. Папа дома. Ох, нихера, ладь. 10 человек и думал, ты и я только здесь. А вообще, а что ты с кредитами можешь делать? Бля, я 4 закину, я просто хочу себе в банан ещё универсальный. Сори. Хуя себе, бля. 4 500. Просто вот так. А что, подожди, а что ещё за кредиты можно было сделать? Я же хотел ещё, кстати, да, пацаны. Я ещё хотел клан создать. 5 тысяч кредитов. Купить клан, создать. Там, либо оставить себе, либо продать. Но больше продать я как бы хотел. Ну что, спа... Блядь. Понимаю просто. Вот это, да, херен. Это второй скам, блядь. Пси, си, си, си. Спамни легенду. Подожди. Я просто не представляю, открывать F1 и не видеть хуракан. Вот это? Пиздец. И я на неё поставлю вот это. Ты ж хотел на этом хурике увидеть именные номера. Батя, во. Бля, я и так хотел купить именные номера себе. Это и был план серии купить именные номера, но не суждено. Но теперь легенда, батя, бля, охерена. В принципе, как и так, осталось у меня полтора миллиона. Следующая серия уже почти отснята. Там было очень весело, очень прикольно. Чё могу сказать в этом ролике. Всем спасибо, кто со мной играл. Было весело. Очень рад было со всеми пообщаться. Встретили мы, конечно, на этом сервере разных людей. Как и хороших, так и плохих. Потому что это жизнь. Все хорошими быть не могут. Вот. Было весело. Спасибо, что смотрели мои ролики. Ещё следующий ролик выйдет. Ещё раз напоминаю, не отписывается. Я на этом с тобой прощаюсь. В принципе, мне уже больше нечего сказать. Ну и давайте в конце чисто, чтобы не заканчивать как бы по-обычному. Давайте вспомним все самые яркие моменты с этого сервера. Поэтому я с тобой прощаюсь. Ролик ещё будет длиться. Пиши обязательно в комментариях, с какого ролика, либо сколько ты смотришь мой канал. Будет очень интересно именно Родмир МТА. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока. Купил на последние деньги. Колхозный пипец. Смотри, какой здесь вкусный вариант стоит на УУУ трёх шестёрка. Сколько я экономил, чтобы его купить? Три. Двести семьдесят пять. Бля, мопед всё. Кайф, да? Кайф. Ну, перекупские методы, чё сказать. Садимся, летим на бул продавать. Бля, мопед, мопед... Ну а! А давай! Давай! И есть. Только в морду и только в жопу! Запомни. Ааа понял! Берёк! Дива, 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 Дива! Оооо, заебись! Это 140 тысяч выйдет вот это вам М5. Поздравляю тебя с нового года! Можечка, есть такой при***нный п***ец, а есть такой средний п***ц. Ну, я думаю, вы понимаете, вот. Я не хочу это говорить, и это, скорее всего, последний видос, в котором я постараюсь достучаться все-таки до Евгения Говалевского. Эван Ютуб, кебаб у Эвана, а что следующее будет, я не знаю. Эвана, крова, Эвана! БЛИТ! Как я попал в топ Форбс сервера? БЛИТ!